Приветствую уважаемые водномоторники и же с ними сочувствующие. Итак, я открываю семейный водномоторный сезон. Личный водномоторный сезон я уже открыл даже на Средиземном море в конце марта, в начале апреля и уже привозил, когда привез лодку сюда. Тоже я прошелся 10 километров. Ну а сегодня я так хочу такое включение сделать, как говорится, бытовые моменты. Я приехал на несколько дней с детьми, у меня супруга работает. Я всех троих своих младших взял и, собственно, приехал на несколько дней просто подышать воздухом. Я даже не знаю, пойдем ли мы или нет. Я вот завтра с утра намереваюсь все-таки разобраться, потому что включение нейтрали происходит все равно очень напряжно. Я думаю, что завышенные обороты холостого ухода, тросик, наверное, газа не закрывает заслонку дроссельную. Ну а сейчас 7 часов вечера, соответственно, мы бы приехали часа 3 назад, покушали, ну как всегда, с дороги покушали дошираком. Сами знаете, да, как это бывает с детьми, тем более пока суета. Ну сейчас уже готовится ужин полноценный, сейчас я вам все покажу, как мы тут на лодке живем. Ну, собственно, тут такой вот бардак с обувью, но это нормально. Я ее потом на ночь, конечно, уберу. Здесь вот тарелочки, это сын чистил картошку. Вот, ну так вот мы расчехлились. Вот, в принципе, на улице 20 градусов, вода холодная, вода 17 градусов, карт-поттер показывает. Вот, сейчас я вам покажу наш такой быт. Ну, я говорю, супруги нет, поэтому некоторая бардачность присутствует в лодке. Вот, пылесос мы пропылесосили. Вот, так, детишки мои, где? Вот он, вот он, зайчик Ваня прыгает. Вот, Вань, ну-ка, покажи укрытие свое секретное, давай, пока я не буду снимать, а ты потом покажешь. Вот, а пока я покажу, что у нас здесь тушится картошечка. Вот так вот, мультиварка нас всегда выручает. Вот, тут малая каюта. Тут старшая дочь, о, что-то в интернете там с телефоном. Младшая дочь только что избавилась от занозы. Нелли, обещаешь больше не ходить босиком по пирсу? Нет, ну ладно. Вот, Ваня, давай свое секретное укрытие. Оба-на! Вот, ребят, видите, как здесь каюта устроена. Кстати, очень грамотно устроена, отойди кавай. Вот, соответственно, можно туда, если человек очень большого роста, понимаете, один там лежит, да, можно туда просто ноги просунуть. Вот, туда даже матрас сделан, как вы можете заметить, продолжение матраса. Вот, ну здесь у нас не защите такой вардак, подушки, все это будет, конечно. Соответственно, так, компьютер я взял, дети будут смотреть фильмы. Так, ну, клоузет мы опробовали в этом году, помпа работает. Все, дети уже ходят. Вот, что еще показать? Ребят, а, сейчас, завтра с утра, или сейчас я, наверное, даже займусь, я купил дворник, потому что у меня работает, собственно, кнопка, крутится, вот, дворник. А дворника самого не было никогда, в прошлом году. И в прошлом году я, конечно, понял, что дворник нужен. Сейчас, наверное, мы с Ваней поставим его, да, Вань? Вот, тайваньский дворник, обошелся мне поводок, и вот этот вот сам дворник, соответственно, в 2 500, по-моему, или 2 600, ну, что-то около 3000 рублей. Вот, ну, дворник, конечно, нужен, необходим просто вообще, потому что... Потому что я, в прошлом году шел в ливень с Ново-Окатова, закрывали сезон с друзьями, но у нас, как-то такой традиционный с друзьями сейшн, мы закрываем сезон, в Акатова ходим, вот. И, соответственно, в ливень шел, но это было, конечно, что-то с чем-то, ребят. Я понял, что... Я выглядывал вот в щель, вот сюда, понял, что дворник нужен. Вот сейчас с Ваней займемся установкой и покажем вам какие-то моменты. Так, Вань, давай-ка сейчас я прямо вот так вот беру. Давай, Вань, смотри, здесь и ключик есть. Давай, садись здесь. Так, надо, во-первых, сначала разорвать вот эти упаковки. Не сможешь разорвать без ножа? Точно? Все, разрывай. Да давай ножом сделаем. Ваня, да давай, ты будешь мучиться. Держи. Все, и вторую тоже, давай, сразу. Все. Так, сейчас надо найти место, когда он стоит больше всего отклоненный сюда и при сандале. Так, ну давай посмотрим, вообще он встанет. Так, вот это бери, это ключик, не урони. Тогда посмотрим, вообще встанет он сюда. Ну, в общем, диаметр похоже. Да, диаметр тот, что надо. Так, вот я у него смотрю. Сейчас лучше делать это двумя руками, сейчас камеру выключу. Итак, друзья, вот так я его укрепил, сейчас Ваня включит. Вань, включай вот эту нижнюю кнопку, видишь, где дворник нарисован. Давай. Стоп. Выключай. Нет, надо выключить, вот когда он в самом крайнем положении. Давай. Оп, вот так вот. Так, надо еще перетянуть вот сюда его. Друзья, ну, к слову скажу, это самый длинный поводок, который я нашел. Ну, как самый длинный, он регулируется, он, тут вот такой упор, он выходит. Вот я его на полную длину выставил. И вот этот двудворник, его я заказывал как 40-сантиметровый. Ну, что-то я особо 40 сантиметров здесь не вижу. Ну, какой пришел, такой пришел. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы дворник вот до сюда доходил, потому что наклон стекла очень большой, и линия зрения, она вот протекает прям по верху самую. Ну, вот, но других вот дворников почему-то не делают. Не знаю, вот на такую модель, вот, буквально хоть бери, и вот эту штуку еще наращиваю, не знаю, правда, чем. Вот, ладно, сейчас я переставлю и посмотрим. Так, переставил я в более крайнее положение. Давай, нижнюю кнопку, а, включай. Во, ну, вот так. Хотя, получается, он задевает рамку стекла. Ну, а что я тут могу сделать? Ничего, правильно? Вот так вот он работает. Единственное, если бы он был изогнут, получается, можно было бы подвести поводок немножко поближе, выключи вот в этом положении. Ваня, нет, еще чего-то. Вот сюда, оп, стоп, вот так вот. Понимаете, да, если бы вот этот поводок чуть-чуть был изогнут, можно было бы сюда, но хотя бы с другой стороны он также в ту сторону бы и... Ну, в общем, вот такой вот поводок, да. Ну, зато стоит, как говорится, недорого. Вот, сейчас мы его закрепим. Вань, давай, иди с этим ключиком. Вот в таком положении я его закреплю. Конечно, то, что он чиркает по рамке, это не очень хорошо. Он довольно-таки быстро выйдет из строя, но единственное, что, ну, как говорится, радует. Да, это же не автомобиль. Этот дворник будет работать, ну, я не знаю, максимум час в сезон, наверное, да, если я попаду в какое-то дождливое состояние погоды. Ну что, затягивается, Ванюша? Нет, нет. Нет, ты туда прям... Да, 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 сейчас, сейчас, подожди, где она? Давай. Ну, и крути. Там же есть? Все, ага. Все, затянул, значит. А потянуть вот так вот можно, вот этим углом поставить туда, чтобы угол у нас усилий был. О, смотри, оп, и подтягивает. Понял, да? Усилие больше в этом состоянии. Ну, все, ребят. Вот такая вот вещь. Ну, дворник появился, это я прям очень рад. Сейчас я посмотрю, как он у меня отрабатывает изнутри. Давай, Вань, ну-ка еще раз. Мы на то и речной паритет, что мы должны все испытать. Мы включим воду. Сейчас. Что, ничего страшного, я чуть-чуть. Ну-ка, включай, Вань. Ну. Ну-ка. Ну, отлично, что. Да? Хорошо? Все. Все, что надо. Вот так, друзья, как говорится, мимоходом сделали техническое усовершенствование. Ванюш, а вот этот пластик, который остался, забери его, надо выкинуть обязательно. Давай его, давай. Давай мне его. О, друзья, пойду проверю готовность тушеной картошки. Пора ли добавлять в нее тушеночки говяжей? Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Угу. Дэйли, иди сюда. По-моему, очень даже красота. Все, пора добавлять тушеночки. Вот, друзья. А запасы такие, которые не требуют специального термического хранения, у меня вот здесь лежат. Вот. Видите, под одним из спальных мест. Вот такое вот дело. Так, у меня сегодня раменская тушенка, мясо-цыпленка. Нет, я хочу говядина. Так, это не то. Так, вот говядина. Вот. Сейчас мы ее откроем. Вот, а сейчас, друзья, сразу я покажу. Холодильничек похвастаюсь. Вот он, минус 17. Ребят, холодильник. Красота. Молочко, салатик у нас там, пельмешки. Вода для вискарика замораживается в лед. Ну, вискарик у меня, естественно, есть. Вот такие дела. Тушеночка. Сейчас мы ее тут помнем. Что я хочу сказать, ребята, ну, кто смотрит за моим блогом, знает, да, что у меня здесь была плита спиртовая. Так, ну, здесь вот у меня стоят сейчас чашки-ложки. Я тушенку не буду. Будешь тушенку, куда ты денешься. Ладно, тушенку без... А как он стерван? Тебе картошку просто. Без тушенки отложить, да? Точно? Тушенку я не могу. Все, хорошо, ладно. Вот, ладно, возвратимся. Соответственно, столешницу мне Evolution Motors поменяли, потому что холодильник не влезал. И мешалась и плита, ну, плиту я сразу выкинул, спиртовую. И, соответственно, мешалась мойка, она была расположена вот так вот, поперек, да, перминдикулярно плоскости судна. И, соответственно, что я хочу сказать, ребят, конечно, вот эти все спиртовые плиты, да даже газовые плиты, ну, газовые, ладно, газовые у меня есть такая на баллонах, которая работает. Вот она, кстати говоря, сейчас я покажу, где она у меня сохранится. Вот здесь. И здесь отопитель, видите, от 220. Мы сейчас ночью будем ночевать. Включим отопитель от берегового питания. И будет все по красоте. Ну вот, возвращаюсь. Сейчас, подожди. Такая тема, как мультиварка, да, она вообще, если у вас лодка стоит на большей степени на пирсе, если вы никуда не ходите, да даже если вы ходите куда-то, есть сейчас, сами знаете, инверторы, да, на 3 киловатта купили инвертор, который вполне такую мультиварку потянет, но это вообще, по-моему, 600-ваттная, да, мультиварка, понятно, ей там киловаттный инвертор за глаза. Вот, это, конечно, вещь вообще грамотнейшая на судне. Просто в прошлом году нас выручал, ну и в этом году, конечно, и отсутствие вот плиты, прям супер, все очень удобно. Новая столешница, прям красивая такая, прям хочется ее постоянно протирать, мыть, чистить, вот, друзья. Начало сезона, в общем, поприветствуйте меня в этом начинании. На самом деле я ехал в легком шоке, да, потому что я, честно говоря, с тремя детьми первый раз выбираюсь вот так вот на, как говорится, на выгул, да, без супруги. Поэтому приходится и то, и другое заниматься. Но что я хочу сказать, что я, конечно, сегодня техническими вопросами я не буду заниматься, никуда выходить. Во-первых, нас подперли, вот так вот стоит судно соседское, то есть мы как будем выходить, я один вообще не выйду. Получается, что здесь надо будет кормой между двух лодок выходить, а с детьми, как я это сделал, мне в любом случае нужна хотя бы, чтобы жена была на борту, чтобы она веслом отталкивалась от лодок. Вы понимаете, я тут не словирую никак один. Так что вот супругу подождем, она должна на электричке послезавтра или завтра приехать с Москвы, с Авеловского вокзала на Дубну. Вот, ну а пока вот такой, о, здрасте, да. Что там, интернет есть? Ну он так пропадает. Периодически. Все, друзья, будем мы ужинать. Добавляю в картошку тушенку. Приятного нам аппетита. Так, друзья, ну решили перед ужином нагулять аппетит, сходить в Форд Эвент, в центральную часть. Дети там... Да! Иду, иду. Дети, соответственно, хотят площадку посетить. Вот, ну я говорю, им полезно будет подвигаться, потому что... Ну мы, кстати, ехали сюда очень хорошо. За три часа мы доехали. Под скаду я ломанул. Хотя и за деньги, но зато 140, 130-140 ехал. Это три часа. По Москве, по МКАДу это было бы просто, конечно, плюс полтора часа минимум. Плюс траты на бензин. Вот, ну Форд Эвент еще в таком не сильно в тревожном состоянии. Яхтлуб находится, жары нет. Ну, конечно, лодки все, в принципе, пирсы заняты. Вот, посмотрите, да. Так, ну, не все, но 70% заняты места. Еще, конечно, места есть. Вот сюда можно поставить, туда, туда. Ну, небольшие лодки. Вот, пирсы свободны. О, о, что там? Нашла тростник. Все, пойдем прогуляемся. Детишки. Вы телефон доставили бы на лодке-то, а? Все без телефонов не можете. А, снимать? Я тоже. Я не хочу потом лодку показать. Ну, если Леша должен позвонить, это святое. А вот, друзья, не все еще. Ой, смотрите, собачка. Не-не, сюда поворачивать надо, сюда, вот. Вот, готовят катер суперский. А вот такой бы следующий корпус, 36 футов, мне бы, конечно, после байлайнера не помешал бы. Ну, ребят, кран, конечно, немножко в Мармарисе, это, в Яхт Марин, малый кран такой, даже, по-моему, побольше. А большой кран, если вы помните, на 300 тонн там. О, красота. Ну, что там, подремонтировали с прошлого года-то качели? Ну, ничего, по-моему, не случилось. Ну, хоть постригли. Чего? Пойдем в муравейник вместе смотреть. В муравейник вместе смотреть? Пойдем. А, тот большой господь. Ага. Вот он где-то танкал. Так, вот с прошлого года дочь запомнила, что муравейник. Они уже все заснули. Смотри, они, солнце заходит, они все в муравейник заходят и закрывают двери. Помнишь, как в мультфильме про муравишку, который торопился к закрытию муравейника? Ну, там, правда, немного ползает. Не, ну, внутри-то да, но мы не будем его... Не, ну, нам муравейник, я его там ползаю. Такое тут шутливое. Ребят, тут зашел... Ну, я друзей хочу, чтобы приехали ко мне на лодку. И, соответственно, зашел в Форд Эвент на сайт. Ну, чтобы ребят приехали ночевать не у меня на лодке, а в гостинице. Зашел на сайте, посмотрите, написано, в пользование гостям благоустроенная детская площадка. И явно... Так, тихо. Ты что там, кротов бьешь? Чего? Помнишь, как я с тех качелями навернулась? Да, помню, конечно, чуть-чуть не поломал. Вот, да, дочь у меня вот эта вот порвалась и упала пятой точкой. Вот, ну, я здесь не стал никаких претензий предъявлять. Ну, сказал, вернее, на ресепшене, что безобразие такое. Ну, что-то им, по-моему, по барабану. А, пап, зачем шахлата? В КВ же помнишь тебе шахлата? Да, пойдемте, да, зайдем. Открывайте, давайте. Центральный, собственно, сам отель есть. Вот тут такой Мишка. Сейчас хотим узнать, сколько стоит бассейн. Мишка зачетный, конечно. Мишка, смотри, не упадет, медведь. О, пап, это ты только... Да, конечно, я, почему это я-то? Ну, ты же, ты не пуза. А здесь что-то никого нет? О, здесь еще один Мишка. Мишандеры конкретные. Кабан. Антураж хороший. О, лось. Папа. А мы сейчас... А Брейтов? А вот и мы. Это где? Все, что где? Брейтов, это где? Брейтов? Брейтов, это... Короче, туда дальше. 200 километров отсюда. Почти, где мы были. Мы в Коплино были, Брейтов чуть подальше. Что? Это с дубной, это у них просто, у них Брейтов вот, часы стоят. Да, мы не будем в этом бассейне покупать. Сейчас мы узнаем, сколько стоит сейчас, еще никого же нет. Так, никого же нет. Сейчас подождем, узнаем, кто-то придет. Ну, друзья, прайс, конечно, негуманный на бассейн, 1000 рублей с человека в час. Я за эти деньги, ну, 4000 мне надо, чтобы с детьми покупаться. Я подожду тепла. Ну, ресторанчик-то мы в любом случае здесь, конечно, посетим, может быть, завтра. Дети, когда? В ресторан пойдем сюда? Обязательно посетим. А как же мы еды набрали много? Ну, в бассейне дорого очень, Нель. Подождем, может быть, завтра будет жарко в море? До моря мы и не дойдем. Пойдем в самолет смотреть. Смотри, какой самолет. Друзья, вот здесь, чем интересен Форд Эвер, здесь стоит настоящий самолет. Як-40, вот, кто жил в районах, как говорится, Крайнего Севера, тот хорошо знает этот самолет. Он обслуживал рейсы небольшие, небольшого расстояния. Вот здесь у него вход снизу, такой лаз был. Вот двигатели такие, сигнализаторы. Вот, смотрите, дети, вот этот самолет, настоящий, летал когда-то, сделан Яковлевской фирмой. Колеса еще такие живые. Небольшой самолет, сколько в нем человек-то надо было? По-моему, 28 или 24. Ну, конечно, по современным меркам он очень прожорлив. Да не на 10, почему, там 20, по-моему, было. Вот, в кабину бы залезть, конечно, но в кабину мы не залезем. В кабину, да, представляешь, там два пилота и штурман сидели. Три человека. Не знаю, штурман там был, честно говоря, не знаю. Я на нем ни разу не летал, я много летал на 24. Порядка пяти тысяч часов я налетал по работе, скажем так, в бытность работникам аэрофлота. Да, старина. Ну, не самая плохая старость, все, на радость, на удивление москвичам и гостям столицы, как говорится. Это крыло? Это крыло, да, представляешь, это крыло. Вот бы я встретила, давай, моск, которая была. Это шасси. Ой, колесо даже не спущено еще. Сколько лет этому самолету, страшно подумать. Что, мы прям нигде не будем купать? Нет, навряд ли, сегодня не получится в этот раз. Так, вот такая беседка, здесь можно в аренду взять, пожарить с друзьями шашлык. Глядя на пирс с большими дорогущими яхтами. Так, вот идем дальше по территории. Еще одна беседка такая же, такого открытого типа, барная стройка, там мангал, шмангал, да, да, все есть. Вот, можно пойти посмотреть поближе. Ну, честно говоря, сколько я здесь, в 4-девинде, нахожусь уже, второй сезон. Я еще не видел, чтобы здесь кто-то ее арендовал, ну, хотя я, конечно, не каждый день здесь. Так, пойдемте по пирсу пройдемся. Там новые доски положили как раз. Пойдем. Вы где там? Ваня? Ваня, хватит, я сейчас выключу твои телефоны все. Намучили. На природу приехали, кто в телефонах, без телефонов. Вот, здесь на этом пирсе поменяли в этом году доски. Конечно, неплохо было бы на всех пирсах поменять. Досочки-то уже очень старые, так, по большому счету. Да, Истин? Угу. Ну, и это хорошо. Вот. Те хотя бы можно было бы покрасить. Ну, сервис в России в одномоторных клубах, яхт-клубах, стоянок, конечно, еще далек от совершенства. Скажем так, мягко. Вот, вот, фаэтон. Такой размерчик, 33 фута тоже, после 20-футового байлайнера мне бы пошел. Так вот, возвращаясь к яхт-клубам, конечно, у нас в России все портит сезонность. Сезонность, сезон очень короткий, яхт-клубы не получают должной прибыли. И, конечно, ввиду всего этого и услуги соответствующие, ребят. Потому что, ну, сколько вот здесь вот лодки, они спустились, ну, месяц назад максимум, да. Ну, вот я спустился две недели назад, 10 дней уже стою. Грубо говоря, кто-то спустился чуть раньше, кто-то чуть позже. Ну, грубо говоря, сезон у яхт-клуба такой активный, это 5 месяцев. Ну, что это такое 5 месяцев? А, извините меня, сотрудников-то зарплату надо платить. И аренду, и все дела, и коммуналку надо платить 12 месяцев. Не скажешь же, да, в электросети, вы извините, знаете, мы там не можем платить. Мы будем платить 5 месяцев всего. Поэтому вот так вот. Вот, в Турции сезон круглый год. В Хорватии, там, в Греции круглый год сезон. Ну, грубо говоря, почти там за минусом там 1-2 месяцев. Поэтому там прибыли получают хорошие яхт-клубы, пирсы. И, собственно, и услуги предоставляют на уровне. О, солнышко вечернее. Красота. Так, ну что, детки, проголодались? Ужины? А! Я лучше воду потрогаю. Да потрогай, потрогай воду. Вот Нелли неугомонная, прям без купания не может. Вот оттуда трогай. А куда я приехал? Да назад, Тай, не бойся, ты не упадешь оттуда. Ну, я отсюда. Ты сейчас в машину упадешь? Да нет, нет, я уже уходил, что тебе надо? Что, как тебе тепло? Зарядно? Ну, сходи сам. Ну, ладно, все равно. А, будешь купаться? Не буду, ладно. Так, друзья, вот что у нас в результате получилось. Дети, как, съедобно? А? Папа, а можешь сюда это мяско положить? Мяско еще? Ты же хотел, сказал, ты же говорил, что без тушенки будешь есть. Тушенку не ехать. Ты же мне не уложил тушенку, я еще. Друзья, вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем вечер первого пребывания, дня первого пребывания на воде с семьей. Соответственно, вот, ну, я думаю, что сон у нас здесь будет хороший, крепкий, на воздухе, всегда хорошо спится. Ну, тем более я немножко снотворного себе захватил. Сейчас я его разведу с Кока-Колой. Чего вы сразнитесь? Вот. Все, на утро ждите включения. Буду возиться с включением нейтралки, посмотрю обороты. Так, хватит смеяться над папой. Комар был. Комар был. Ох, дети. В принципе, все готовы ко сну. Я нашел диск, который я привез давно-давно с Египта. Так, вот. Я еще не могу. Сейчас, подожди, вот Ваня у нас сидит в интернете. Вот. Здесь все готово уже ко сну. Сейчас я потише сделаю. Вот. Мне лайки не даешь снимать. Да, подожди, это со своими лайками. Так, вот. Дети меня постелил. Старшие дети будут здесь у меня ночевать. Нормально все? Вот. Соответственно, мы с младшей здесь будем спать. Все хорошо, все готово. Так, вот это только... Да, конечно, это одеяло. Да, да, одеяло очень теплое. Да тебя сниму, конечно. Только явно не будет видно. Давай. Ваня, освети ее телефоном. На твое видео. Так, что делаю? Да. Да нет. Да, давай, давай, давай. Не так. Все, ладно. Все, ладно.